Цветы, говорят, это улыбка солнышка, которая дарит радость. И вот время собирать первую улыбку солнышка, первые лечебные цветочки. Они и правда, как солнышко. Приветик, я Ксюша, и вы на моем развлекательно-опознавательном канале из Норвегии. И сегодня мы собираем нашу лечебную травку. Самую первую лечебную травку, которую я собираю в Норвегии, это цветочки мать и мачехи. Эти цветочки широко распространены в Европе. Северной и Западной Азии, Северной Африки, США и Канаде, Норвегии. Их можно встретить по всей территории страны. По-норвежски они называются хэстэхов, в переводе лошадиная копыта. А мы их называем мать и мачеха. Эти цветочки притягивают внимание, радуют глаз, поднимают настроение. Их можно найти вдоль дорог, на склонах обрагов, по берегам озер. Кроме лечебных свойств, этим цветочкам приписываются еще и магические свойства. По народным поверьям, кто соберет цветочки и листочки мать и мачехи, будет носить их в мешочки, может привлечь в себе любовь и женское счастье. Эти цветочки считались покровителями женщин и детей. Мать и мачеха – одно из первых растений, которые люди используют для лечебных целей еще задолго до новой эры. Для лечения мать и мачеха используются как листья, так и цветы растения. В этом видео я вам хочу немного рассказать о лечебных свойствах цветов от мачехи и вдохновить на их сбор. Цветочки собирают ранней весной, в сухую погоду и сушат в хорошо проветриваемом помещении, без доступа солнечных лучей. Хранятся высушенные цветочки до трех лет. В цветочках мать и мачехи содержится огромный спектр биологически активных элементов. И благодаря своему насыщенному составу он обладает отхаркивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, обволакивающим, спазмолитическим, укрепляющим, ранозаживляющим свойствами, а также нормализует деятельность нервной системы и регулирует артериальное давление. Всем без исключения мать и мачеха окажет помощь при кашле, насморке, простуде, бронхите. Чаек станет хорошим, патагонным и жаропонижающим средством. На западе в основном используют листья мать-мачехи, а вот китайцы предпочитают бутонные цветы. В Китае эти цветы классифицируются как согревающее лекарственное средство, которое облегчает хронический кашель и тяжелое дыхание, вызванное энергетически пустыми легкими. И действительно, мать и мачеха прежде всего являются отхаркивающим растением и очень эффективным. Но с ним надо быть осторожным. В последние годы были введены ограничения на это растение, поскольку это растение содержит вещество, которое может вызвать рак и повреждение печени. Насколько реальна эта опасность на самом деле, еще не доказано. Но если употреблять это растение в умеренном количестве, то не должно быть никакой опасности при его применении. В то же время не рекомендуется принимать более 6 грамм в день сушеного растения и не принимать более 4-6 недель в общей сложности в год. Также детям до 2 лет, беременным, кормящим, алкоголикам не рекомендуется принимать мать и мачеху. Очень хороша эта травка для ингаляций и для чаев от кашля и как отхаркивающего чая. Для чая 1 чайную ложку цветов мать-мачехи нужно залить стаканом крутого кипятка и дать настояться 30 минут. Для ингаляций 1 столовую ложку цветов заварить крутым кипятком и наклонившись над емкостью, накрывшись полотенцем, дыхать пар. Также мать и мачеху можно сочетать с другими травками, чтобы усилить силу зелья. Например, грудной сбор, мать-мачеха, почки березы, общий укрепляющий сбор, мать-мачеха, ягоды шипомника, листья малины. Чтобы продезинфицировать ротовую полость, можно сочетать цветы календулы и цветы мать-мачехи. Также к чаю с мать-мачехой можно добавить имбирь, корицу, гвоздику. Все эти сочетания не только улучшат вкус, но и усилят свойства мать и мачехи. А значит, более комплексно воздействуют на причины нарушения и помогут тем самым восстановить ваше здоровье. Мои дорогие, собирайте лечебные травы и будьте здоровы! На моем канале вы найдете целый сериал о лечебных растениях. И этот сериал я буду пополнять. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить видео. А возможно, мой канал вас вдохновит на сбор лечебных растений или на что-нибудь другое. Пока-пока!